Любовь и доброта, дорогие друзья! Продолжаем мы составлять наш топ самых легких стран в Европе Universal S4 И, собственно, следующей стороной в этом топе Виджин Агар Тут вообще сомнений нет, может быть кто-то удивится, но давайте приглядимся и посмотрим внимательней Почему Виджин Агар настолько хорош и почему за него легко играть? Какие причины того, что он находится в нашем топе? Во-первых, сразу давайте отметим, что у Виджин Агара блестящая позиция, просто блестящая Если говорить про линии фронта, где он будет сражаться, ему тут нечего гадать Она будет на севере, потому что запады это все море, разумеется, тут никаких морских высадках В первой стадии игры речи быть не может, а на средней и поздней у нас будет и так мощный флот За счет большого количества прибрежных провинций И при этом у нас на юге находятся маленькие государства, которые легко захватить И даже если у них будет сильный союзник, то для нас это плюс Потому что через них мы сможем легко разобраться с сильным союзником их То есть, скажем, у каких-нибудь кочи появится какой-нибудь джампур Мы как раз с джампуром будем граничить, мы нападаем на кочи, очень легко его разваливаем в первый же месяц войны И захватываем территорию, нам начинает капать военный счет И мы просто затягиваем войну и потом сепаратный мир подписываем, если выигрываем у джампура Или через кочи забираем земли джампура, если проигрываем, просто потому что они будут главные на переговорах То есть, в этом смысле они нам даже плюс создают И это никакая не линия фронта, потому что это маленькие государства, которые очень легко выпиливаются Так что выходит, что с запада у нас океан, с юга у нас только маленькие государства, которые очень легко разбить И на востоке тоже океан, поэтому, ну, высадки, конечно, возможны, но они будут невыгодны для компьютера Потому что здесь просто все эти высадки легко разбиваются Это большой плюс Скажем, если мы посмотрим на Австрию, да, то тут повсюду есть какие-то угрозы С запада там француз может на империю напасть, на востоке может в Венгрии, где тут османы Со всех сторон кто-то что-то может напасть У Мамлюка слева Тунис, с югу много государств, которые могут объединиться и больно вдарить Если война с кем-то из сильных затянется Тут Осман, справа Кара, и все это может плохо кончиться Скажем, там, у Москвы слева там Литва, или потом Польша с Литвой Тут Орды на юге, на севере Новгород И единственная отдушина это вот эта вот граница А у Веджинагара нет такой проблемы У них единственный соперник это Бахмани То есть Гуджарат это ерунда, и все остальные просто далеко находятся Такая уж расстановка сил в Европе универсале, что Бахмани слабее Веджинагара Во-первых, по развитию, во-вторых, по армии В-третьих, у Веджинагара индуизм, и здесь вокруг тоже у стран индуизм У Бахмани, несмотря на то, что у него все провинции индусские, сам он по себе шиит И он тут единственный шиит, то есть не знаю, может оттенок зеленого не заметен Но, скажем, Гуджарат сунит, Мальва сунит, Джампур сунит, Бенгалия сунит, Дели сунит То есть тут он не может сразу найти себе союзников А времени найти союзников Веджинагар ему не дает Почему? Потому что перемирия между ними нет А национальные претензии у Веджинагара в самом начале игры доступны И поэтому 11 декабря, через месяц начала игры, Веджинагар уже может напасть на Бахмане Сразу же Поэтому он не дает ему нормальных союзников поискать И это, ну, всегда такой гарантированный старт, что ты можешь напасть на Бахмане и поесть его Более того, как правило, либо Гуджарат, либо Мальва согласны вступить в союз с Веджинагаром И под обещание земель напасть на Бахмане Здесь у Гуджарата есть граница, у Мальва есть граница И одного из этих двух достаточно, чтобы разбить Бахмане И подписать мирный договор, не участвовая с ним в стычках Либо вложить много ресурсов и сильно его побить Но в целом, так уж компьютер устроен, что так как у нас большие будут силы Больше, чем Бахмане, он понимает, что он не может ввязываться в битву Он уйдет разбивать слабые стороны Так как мы не будем слабым сторонам помогать То он будет уводить свои армии либо в Мальву, либо в Гуджарат А так как нам и Гуджарат, и Мальву надо будет выпиливать То для нас выгодно, что они будут их карать Если они пойдут к Гуджарату, они ему наваляют Заберут у Гуджарата земли Если пойдут в Мальву, Мальвию наваляют и у нее земли заберут В любом случае ослабят наших потенциальных соперников Осолил свои войска И при этом мы просто спокойно тут все захватываем и не беспокоимся Казус Белли по национализации это очень хороший казус Он мало дает агрессивки Плюс сами территории не нужно национализировать К тому же они довольно богатые Это около 35 развития Три провинции, плюс одна из них с крепостью Там хорошая территория То есть это прям очень легко Ну и конечно что-то еще в довесок можно добрать Ну и после первой же войны Которая начинается спустя месяц игры У Бахмани уже потом перспективы Относительно войны с Веджинагаром слабые А так как они еще и шииты То когда мы их будем захватывать То индусам вообще будет без разницы Очень мало агрессивки они будут на нас иметь Ну и то же самое касается суннитов Это значит, что Веджинагар Ну что, единственный их соперник С которым они справляются в самом начале игры А это все ну просто пирожки, конфетки Которые Веджинагар когда захочет заберет Поэтому если говорить о позиции Веджинагара Она уже изначально очень сильная Очень сильная То есть мы контролируем этот зуб индийский И посмотрите, кстати, да Похоже, что это нос, это лоб В общем, контролируем этого титана Тут даже стоит даже рот есть, ничего себе Губы, это какой-то гомер Хотя нет, подбородок такой Ладно, это все индийские земли С нашим индуизмом И там даже их потом не нужно будет конвертировать Очень удобно Собственно, давайте примерно вам покажу Что я имею ввиду Мы смотрим Мальва Видите, она нас любит Заключаем с ней союз Не смотри, что здесь 10 тысяч У Мальвы 3 вассала есть И поэтому они там тоже лимита добавят Войну И в начале игры нельзя Войну объявлять только спустя месяц Ожидаем месяц И, ну, понятно, стягиваем войска И нападаем на них Сразу же 11-го числа Обещаем земли Мальве Готово Война пошла Нам очень легко тут будет Их захватить Их разбить Без особых хлопот И все Если Мальва здесь будет побеждать Ну, просто их кинем Но, скорее всего Не будет такого расклада Скорее всего Мы захватим свое А Бахмани Он в начале что-то здесь Может будет пытаться сделать Но очень быстро Он убежит Разбираться с Мальвой В любом случае Пока у нас Рядом Нашей армии находится Бахмани не будет к нам лезть Он будет пытаться Разобраться с Мальвой Ну, или с Гуджаратом Дожидаемся, когда они С ними разберутся Когда они их выбьют Бахмани должен выбивать Мальву и Гуджарат Мы просто в это дело Не вмешиваемся Экономим ресурсы И потом, когда они их выбивают Мы просто подписываем Мирный Готово То есть я хочу сказать Что для Виджинагара Это просто Легкая пища У Виджинагара Есть индуизм И это хорошо Во-первых, потому что Индусы очень вертерпимы Ко всем И проблем у нас быть не должно Но и проблем тут Особо нет, только если в Целоне Где Тхировады Но в остальном На весь субконтинент Мы имеем индуизм И нам ничего даже Конвертировать не надо Но может быть где-то там Потом тут Хосинкейфы Или как их там называют Появится там Особое течение Но это тоже не проблема То есть это все легко Конвертируется Потому что у индусов Есть божество Если что, берем Вишну Но в целом Просто Шива С томис национализации Ускоряет национализацию Плюс экономит админ Очки А влияние агрессивки Ну вы сами понимаете Меньше хлопот Соседями дает Вот эта вот Система мне очень нравится Когда я играю в Индии Я стараюсь как можно Быстрее индуизм принять Во-первых, это весело А во-вторых Ну как-то поприятнее Играть за индусов Потому что за мусульман Там надо Лавировать Между Мистицизмом И легализмом И это мощно Но Как-то Эстетически не очень приятно А вот У индусов Ты просто выбираешь бонус И все, ты его имеешь У тебя нет никаких там Упущенных возможностей Ты выбираешь то, что тебе нужно Это очень гибко Плюс через сословие Брахманов Ты можешь Сменить себе божество Пройдя небольшой ивент И Вуаля Ты меняешь себе Божество Либо когда у тебя Правитель погибает Меняешь себе Божество И можешь использовать Эти приятные бонусы Много накопил Агрессивного расширения Взял Ганеша И плюс 20 Улучшения Дипломатия тебе позволит Заключать хорошие союзы А если ты В периоде Активной экспансии Берешь Шиву То есть Ну классно Когда у тебя в лейте Идет Дикая заруба С кем-то очень сильным Берешь Шакти Осада, дисциплина Супер Хочешь поконвертироваться Берешь Вишну Решил застроиться И у тебя много займов Пожалуйста Берешь Гангу Перед застройкой Мне нравится Вот эта механика То есть Здесь все бонусы Узконаправленные И при этом Позволяют игроку Используя эту механику Наслаждаться И развивать Своё государство Также У Виджинагара Есть Особая Форма управления Называется Система Наэнкара Она доступна Всем эндулсам На юге Индии Как например На севере Тут У Раджпутов Есть своя механика Она предоставляет Дополнительных рекордов Лимит Вассалов Это все классно Но Что мне больше нравится Так это механика Связанная с маратхами У Виджинагара Есть Две Наиприятнейшие Реформы На втором И на четвертом уровне Первая На втором Дает Мощь пехоты Плюс 10 И цену развития Цена развития Может быть полезна Если мы решим За Виджинагар Принять Ренессанс За счет Раскачки Провинций И Если мы успеем Сделать Реформы То Мы получим Дополнительное Уменьшение На 5% И когда мы будем Раскачивать Провинцию Чтобы получить Ренессанс Ренессанс Это великолепно Это великолепно Да Тут есть Конечно Вторые Приятные Доходы От налогов И рекруты Но в целом Благодаря нашей экономике Мы можем И рекрутов Компенсировать И доход от налогов Тоже А вот Бонус За мощь пехоту Это Это супер Это супер Мощь пехоты Это хорошо Это очень хорошо Для Войны А Виджинагар Это воинственное Государство На 4-м же Уровне Мы получаем Дополнительную Дисциплину И еще кое-что О чем я скажу Позднее У Виджинагара Есть Маратхи И это Просто какая-то Бомба По сути Она заменяет Дворянские Сословия Здесь тоже Есть Министр Мощь И рекруты Те же самые Три механики Только В отличии От Дворянства Где за министра Дают Дипломата Улучшающего отношения Мы получаем Коменданта Который дает Дисциплину И это Очень круто В игре Мало Сословий Которые дают Военного советника Ну Навскидку Я могу Вспомнить Казаков Но вот Что-то даже В голову больше не приходит Где-то что-то еще есть Но это редкость Чтобы давали Военных советников И комендант Это прекрасный военный советник И напомню Что если увеличить им Влияние То мы получаем Удешевление Сначала на 25% А затем При увеличении Влияния Получим на 50% То есть мы получаем Военного советника Который будет дешевле И который реально крутой Дающий дисциплину Это Замечательная штука Но помимо прочего Маратхи дают Мощь кавалерии И рост военных традиций Если у нас Достаточно Мощное У них влияние 0.5 военных традиций Означает Что мы С самого начала игры Будем стремиться Ну примерно К 20% При крепостях Поднятых Вообще ничего не делая Ну и так же Они соответственно Спад уменьшают То есть военные традиции Это очень круто Мы уже в предыдущих Разбирали Роликах Этот момент Военные традиции Крайне важны Крайне Это мне очень нравится Относительно Того что дают Дворяне Это более лучшая версия Там дают Рекрутов И уменьшение содержания Но для уменьшения содержания Нужна лояльность Которую сложно Бывает поддерживать С дворянами А вот Смарахти Поддерживать лояльность Очень легко А она дает Как раз Военные традиции Плюс Делают мощь армии Они снабжают ее ресурсами Что на мой взгляд Более эффективно Потому что мы К началу игры Имеем приличный лимит Кавалерии Хотя на самом деле Это слоны Но так уж в игре повелось И очень легко Смарахти Поддерживать Лояльность Благодаря тому Что у них Есть игнорирование Маратхов Которые дают Не просто 15 лояльности Как например При трате престижа Где дают 10 влияния И 15 лояльности Здесь же 10 влияний И 25 лояльности 25 лояльности Это очень много При этом Это можно делать Каждые 10 лет Понимаете Каждые 10 лет То есть скажем Если у траты престижа Откат 20 То здесь Откат 10 И это значит Что влияние За 10 лет Откатывается Если что Если мы боимся Что они вдруг Будут слишком влиятельные Но при этом Если нас не хватает Лояльности То мы можем Всегда это поражать И здесь видите Эта кнопка Увеличивает Качество рекрутов Но Увеличивает Автономию И это хорошо Почему? Потому что В эпоху абсолютизма Когда мы убираем Автономию Из провинции Мы получаем Себе абсолютизм Абсолютизм Очень полезен Потому что он дает Административную эффективность Административная эффективность Она уменьшает Стоимость национализации Позволяет больше Брать провинции По мирному договору Уменьшает Агрессивное расширение Которое мы получаем То есть по сути Позволяет нам Больше кушать Поэтому абсолютизм Очень важно качать И благодаря этой Кнопочке Мы получаем Дополнительную возможность Потому что вообще Автономию можно снизить Только если ты можешь На 10 ее минимум снизить То есть скажем Если там 9 Ты можешь снизить Ты кнопку не прожмешь Если у сословия Провинция Подконтрольно То она Сразу до 25 И тогда снизить нельзя Если она допустим 34 Тоже нельзя Но если 35 То можно То есть нужно Чтобы шаг был В 10 минимум И когда мы будем Прожимать Эту возможность Ну считай Каждые 10 лет То мы таким образом Получаем 15 автономий Которые можем Сразу скинуть И это все будет В провинциях В которых там Полная тишь да гладь Ну просто потому Что это Виджей нагар За счет веротерпимости В идеях Я к тому веду Что мы можем Прожимать эту кнопку И уменьшать автономии И не испытывать Больших проблем С восстаниями Но при этом Постоянно В провинциях Подконтрольных Маратхами Мы сможем Получать Абсолютизм Это очень полезно Ну и плюс Лояльность Рекруты Это все понятно Сословие великолепное Как по мне Очень нравится Ну а остальное Все как у Дворян Ну и понятно Что у нас тут Есть имба Виши Которые при Должной лояльности Будут давать 33 процента Производства Что генерирует Кучу денег Уменьшают стоимость Нам советников Что позволяет Дешевле их улучшать И дешевле Содержать То есть получать Уйму Очков монарха И иметь Довольно рано Троечки Которые будут давать Нам стабильность Периодически Ну и еще Всякие плюшки В зависимости от Своей профессии Вот эта кнопка Это куча денег И фишки Это лютая имба Также у нас Джайны Которые позволяют Периодически Производить Порчу монет Увеличивая Все коррупцию Но при этом Если у них Влияние Больше 60 Мы можем Просто одним кликом Эту коррупцию Убирать Тоже очень полезно Очень полезно Если же у нас Будет очень много Захваченных территорий Но при этом Недостаточно Количества владений И будет перекос Из-за этого Там Когда территорий Больше чем владений Становится То чем больше их Тем больше растет Коррупция В таком случае Джайны просто Ее позволяют Постоянно Гасить Регулярно Таким образом Косвенно увеличивая Этот потенциал И для захвата мира Виджей Нагар В этом смысле Неплохо подходит Ну и вообще Любые тут страны Это еще не все Касательно Марахте Что это да Какая-то тут У них оружие Что ли с пальцами Как я уже говорил На четвертой Государственной реформе Мы получаем Постоянный Маратский совет И это дает нам Пять дисциплины Офигенно Дает нам Лояльность Дает нам Сословие Но что еще Более важно Мы получаем На халяву Генерала Да Наверное Вы уже заметили Что здесь нет Возможности Получать генерала Как у дворян Но при этом Когда мы будем Нанимать Удешевленного Себе Коменданта Мы будем Получать генерала Который Будет основан На наших параметрах Государственных Как будто мы его Нанимаем Но при этом Он будет иметь Всегда плюс один К мощи натиска А натиск Это самый главный параметр Для военных баталий Не для захвата Крепостей Догонки И содержания Подкрепа А именно для того Чтобы сражаться Мощь натиска Очень сильно решает В битвах армий И то что здесь Всегда будет Плюс один Позволит нам Иметь Частенько На халяву Очень крутого генерала То есть это Крайне приятный бонус С этой точки зрения Военный потенциал У них Довольно мощный Также стоит отметить Что Карамандел Это Хороший торговый узел Мы можем С Малаки Стягивать С Бенгали Также Из Дуаба Торговля Может идти в Декана Из Декана В тот же самый Карамандел Мы Если будем иметь Тут торговую столицу Упустим Гуджарат Ну точнее Мы можем тут извлекать Прибыль Но со штрафом Но в целом При контроле Дуаба И Декана И Карамандел Тут не такой уж и большой Будет оборот Но если захотим Можем и сюда Перенести торговую столицу И здесь уже По максимуму Извлекать За счет Абсолютного контроля Но даже без этого Здесь Такое будет Лютое провинциальное Торговое влияние И производство Будет адовое Что Карамандел У нас будет сильно Кормить У нас даже Не будет нужды Особо тут Что-то патрулировать Будем просто Из Малаки Все вывозить Как раз Через Бенгалию К себе Так что В денежном отношении Виджинагар Просто Тонны Деньги Собирает При том Что здесь Будет Лютое Как я говорил Производство Через Вайши И торговля Здесь хорошая У них В целом Есть тут Провинция Даже с золотом Которое Можно раскачать При этом Здесь у индусов Хорошие товары Дорогие Здесь есть Много сукна Которая дорожает Со временем По ивенту Ценные пряности Ценнейшие Самоцветы Много шелка Много бумаги В какой-то момент Хлопок подорожает Тут есть железо Медь Все тут тоже дорожает По ивентам Со временем Ну и таким образом Сама по себе Индия Очень богата на товары И она будет Много-много-много Денег давать Поэтому В экономическом плане Виджинагара Очень хорош Также надо понимать Что у нас есть Древо заданий Уникальное Для Виджинагара И тут есть Хорошие награды Есть свои тонкости Которые стоит понимать Напомню Что когда мы становимся Пхайратом У нас появляются Более лучшие На мой взгляд Идеи Там есть идеи Которые вообще Административную Эффективность дают А это Большая редкость Европки Таких всего Три страны Которые дают Административную Эффективность В национальных идеях Ну вообще Там все очень Сладко И сочно Но надо понимать Что тут также Добавят еще и Новые задания Что прекрасно Они там Свои Уникальные Клевые Молодежные Поэтому прежде чем Это делать Следует закрыть Виджинагарские Задания Которые очень Забавные Потому что Одни из них Ведут в Африку Другие Ведут сюда И много заданий Уникальных Которые Классные бонусы Дают Но это не всегда Понятно Ну вот скажем Если закрыть Вот это задание То нам дают Храмовый комплекс Тиру Пати Тиру Мало И непонятно Что это такое Правда Эта штука Позволяет Получить в провинции Нам подконтрольный Модификатор С храмовым комплексом Который до конца Игры Будет давать нам 0.5 легитимности И 0.5 престижа Просто так До конца игры Это прекрасная штука Здесь есть Императорская столица Челуки Которую Довольно легко Выполнить Потому что После первой войны Мы уже Вот это будем контролировать Гарантированно И получим Войночки И вечки здесь А после второй войны Мы сможем Добрать все остальное Ну можно конечно И в первую постараться Но Сами понимаете Ну за две войны Уж точно заберем И после того Как мы Закроем вот это Задание Мы сможем Взять Императорскую столицу Где у нас Появится Ивент На выбор Либо мы Переносим столицу Из Веджинагара По моему В Бидар Она переносится И тогда Там увеличится Параметр столицы На 9 По моему Плюс 3 Плюс 3 Плюс 3 Либо Оставляем Предыдущую Ну понятное дело Что при переносе столицы У нас и торговая столица Меняется Поэтому не вижу Большого смысла В переносе Ну это уж вы там Как сами захотите Но в целом Этот ивент Дает дополнительные преимущества В плане развития провинции Но также Он нас делает Империей Что великолепно Ну и к тому же Мы получаем В провинции Полезный модификатор Что тоже не лишнее Здесь у нас Поликат И город победы Поликат Это ну Торговое влияние Дает Это не так уж Супер пупер А вот город победы Дает нам Плюс 1 престиж Если я правильно помню И это Ну супер Просто мы получаем Плюс 1 дополнительный престиж Иными словами За счет этих заданий Можно получить Классные модификаторы Когда мы станем Пхайратом Все это останется У нас в городах И Ну великолепно Супер Но есть связанные задания Нюансы Они касаются Вот этого задания Здесь стабильность Это все понятно Вот это нужно взять Это тоже все понятно Это очень легко взять Нужно чтобы Местная автономия Была Меньше 50 Во всех провинциях С тамильской культурой Вот тут вот В этом голубеньком Регионе У нас должна быть Низкая автономия Здесь И чтобы не было восстаний Мы скинем автономию И можем взять эту задачу И это хорошо Но нужно понимать Что есть второй момент Который нужно знать Во-первых Мы не сможем закрыть Это задание Пока не будет эпоха реформации Либо пока мы не пройдем События Связанные с Вадуганской миграцией И цепью событий С челапой Миграция Она просто Сама все случится Там ерунда Это Ну она до 50-го года Случится Там ничего сложного Никакой там цепочки нет Просто выбирайте Что вам нравится Там ничего мудреного А вот с челапой Есть нюансы Выглядит этот Эвент вот так вот Он выскакивает И у нас будет выбор Либо мы получаем Генерала 3-4-4-0 Ну пф Просто бомба 3-4-4-0 Супер Король просто Военного Искусства Либо мы до конца игры Теряем автономию В Куда-Доле У нас Апается автономия В провинциях С этой Культурой Тамильской Либо мы теряем Стабильность И у нас поднимается 16 тысяч Мятежников И еще в другом 7 Что вообще не хочется Брать С ними справляться Еще стабильность терять Ну такое И кажется Ну отлично Очевидно Надо генерала брать Правильно Ну типа Тут стабильность Тут автономия Какие-то модификаторы Все плохо А тут просто Тебе дают генерала Ну вообще да Но в зависимости от того Какой будет выбор Дальше По цепочке Произойдет событие И Несмотря на то Что у первого выбора Якобы неприятное событие На самом деле Оно довольно приятное Оно поднимает От 20 до 30 тысяч Претендентов И как я уже говорил Когда претенденты Побеждают И приходят к власти Меняется правитель Что по сути нам Открывает возможность Выбрать новое божество Получить Хорошего Правителя С абсолютной Легитимностью И при этом Мы Получаем Всю армию Претендентов Вплоть до нашего Максимального лимита То есть То событие Ну мы можем Его просто отбить А можем Пополнить Свои лимиты Если у нас будет Не хватать Так что Цепочка Которая ведет Дальше После первого выбора Она мне кажется Самая лучшая Ну и сам генерал По себе хорош Но есть нюанс Есть нюанс Чтобы вообще Это событие Случилось Необходимо Чтобы в одной Из провинций С культурой Тамильской Автономия Была 50 Или выше На начало игры Таких провинций Только две Это Вот это И вот это Конгу Если мы скидываем Здесь автономию И у нас не будет С этой культурой Ни одной провинции С 50 автономии То для того Чтобы это Выполнить задание Нам придется ждать Пока начнется Эпоха реформации И ну что-то как Не хочется Знаете Тут сидеть Ждать Хочется побыстрее Задание все Типа закрывать Ну то есть Миграция Она и так случится А вот Событие С этим Челапой Может затянуться Ну это не очевидно Это надо знать просто Поэтому нужно Чтобы хотя бы Одна провинция Была больше 50 Иначе событие Просто не случится Ну и тогда У вас будет Это событие И сможете взять Генерала этого Имбалансного И потом Соответственно Там Выполнить Вторую цепь задания Второй будет ивент И после этого Можешь закрыть Это самый такой Большой подводный камень Связанный с этой миссией Потому что без нее Нельзя будет Пройти по этой ветке Взять Торговлю в Южной Индии И нельзя будет Дальше пойти По вот этим Двум направлениям А хочется Но в целом Тут довольно прикольно Приятно Можно почитать Люблю когда вот так Страну прорабатывают Детально И можно историю изучать У Виджинагаров Так как они Индусы Есть возможность Хайрат сделать Как я говорил В принципе У Виджинагара Есть ачивка Так что если вы После этого ролика Захотите Попробовать Виджинагар Вы можете Просто начать И выполнить Достижение Связанное с тем Что Виджинагар Должен разбить Бахмани Или играя за Бахмани Разбить Виджинагар И Таким образом Можете Одну из ачивочек Сделать Уникальных Для Бахмани И для Виджинагара Можно за того И за другого Сделать И сделать Ачивку Солнце никогда Не садится Над Индийской империей Где надо будет Лондон захватить Там провинцию Северной Америки Ну и так далее Виджинагар Это лютая имба Мы идем через Виджинагар В Бахмани Захватываем Гуджарат Уходим на восток Через Арису В Бенгалию Захватываем этих ребят Ну и Нам особо Даже противопоставить Никто ничего не может В игре за Виджинагар Поэтому они довольно простые Денег у них Очень много Потому что это Индия Куча производства И при этом Много торговли За Виджинагар Легко играть Единственная особенность Что мы будем Отставать По институтам Но это можно Компенсировать За счет того Что Виджинагару В начале игры Не нужно Особо торопиться С технологиями Чтобы нам Быстрее принять Институт Мы накапливаем Много очков Монарха Ну и начинаем Раскачивать провинцию Лучше всего Выбирать провинцию С имеющимися Модификаторами Идеально подойдет Вот эта вот провинция Потому что она Является угодим Это уменьшает на 5% При взятии Уполномоченных полигаров Мы еще уменьшим на 5% Когда мы здесь Нажмем Эдикт на Поощрение развития Это еще минус 10% Когда у нас тут Вишья С большим Влиянием И лояльностью Больше 60% Мы еще на 20% Удешевляем Так как здесь Торговый порт Это еще минус 5% Ну и разумеется Сам торговый порт Мы развиваем До третьего уровня И это нам дает На всю область Минус 10% Цену развития Таким образом Мы Без особых проблем Можем Довольно дешево Начать Усилять эту провинцию Есть конечно Еще альтернативные провинции Где Есть товар Хлопок Хлопок Потому что уменьшает Еще на 10% Развитие Но там уже Как сами Посмотрите Посчитайте Очень удобно Это делать Через вот эту вот Вкладку Развития провинций И Благодаря этому Можем накопить Очень много И начать вкладывать Когда появится Ренессанс Мы будем Развивать провинции Каждый раз Когда мы ее развиваем Здесь институт Все сильнее Сильнее За каждую долю Развития Принимается И благодаря всем Нашим модификаторам Мы сможем Быстро принять В одной провинции Ренессанс А дальше Ставим Распространение института Распространяем его на все Принимаем ренессанс И все Дальше Просто доминируем По технологиям Также мы можем За Веджинагар Спокойно Выйти В колониализм Можем Пойти сюда В ту же Африку Иными словами У нас и так тут В Африку Ведут пути И нам все равно Тут воевать Если мы хотим Древо закрыть Что крайне полезно Так как это другой Континент Мы сможем здесь Покупать чартерные Компании Потому что мы Находимся в Азии Это Африка И во всех Торговых Компаниях Здесь мы сможем Имея большое Богатство Покупать Себе Провинции Также мы сможем Здесь все Колонизировать То есть в принципе За Веджинагар Не самая плохая идея Уходить в колониализм Если взглянуть на идеи У Веджинагара Сразу есть 10 мощь пехоты Напомню Что здесь еще Дополнительно будет 10 То есть уже Плюс 20 Без всяких Вот этих Вот плюс 10 То есть это уже Плюс 30 Кайф Просто Просто божественная Пехота Здесь еще Кавалерия Дается Десятка В конце будет Еще плюс 5 Дисциплина К тому же Здесь Еще 5 Дисциплина Это уже 10 К тому же Всегда у нас Будет доступен Комендант Это еще 5 15 Ну и в целом У Веджинагара Очень хорошая Национальная идея То есть ну Советник Пехота Дисциплина Дипломат Престиж Веротерпимость Кавалерия Торговка Ну очень хорошая Идея Нормальная Такой Выше среднего Я бы даже сказал И при этом Мы можем потом Войти в Пхайрат Ну что тут еще сказать Веджинагара Очень хорош За счет того Что у него Мощные Военные Потенциалы Он доминировать Будет и в Средней Стадии Игры И на Поздней Стадии Игры Механика Маратхи Будет нас Кормить Множеством Хороших Генералов И при этом Давать нам Абсолютизм За счет Игнорирования Маратхов Мы будем Получать Традиции У нас будет Мощная Кавалерия Мощная Пехота За счет Всяких Реформ Вообще Одни из Самых Лучших В игре У нас Много Будет Денег За счет Лютого Производства В самой Индии Очень богатом Регионе Мы будем Много Получать За счет Торговли То есть Нет проблем С деньгами Бывает нам Абсолютизм За счет Игнорирования Маратхов Мы будем Получать Традиции И это Страна Которую Можно и Новичку Порекомендовать И страна Которая Будет И в Мультиплеере Очень Сильной И страна Которую Может Игрок Подрубив Максимальную Сложность С удовольствием Катать На Айронмэне Выполняя Всякие Ачивки Супер Очень рекомендую Вам Виджинагар Просто Золото Индии Просто Золото Индии Невозможно Было В нашем Топе Обойти Внимание Виджинагар И Получается У нас Сейчас Пять Стран Уже Это Виджинагар Англия Кастилия Мамлюк И Австрия Как бы Вы распределили Это топ На данный Момент Спасибо Всем За просмотр Любви Всем Доброты Всяческих Благ Дорогие Друзья Будьте Счастливы До Новых Встреч